24 августа на территории парка культуры и отдыха изумрудной состоится семейный фестиваль алтайские бренды продукты для здоровья сколько всего производителей представят свои продукты питания напитки а также какие вкусные сюрпризы готовят организаторы узнаем прямо сейчас у нас в гостях шеф повара андрей мытник и заместитель начальника управления по пищевой перерабатывающей и фармацевтической промышленности края олеся праздникова здравствуйте здравствуйте андрей предлагаю начать с вас ну чтобы так усилить значимость мероприятия вы организатор нескольких гастро фестивалей и в общем то участвовали в кулинарных баттлах кому как не вам знать востребованы ли сейчас алтайские продукты здрасте да алтайские продукты сейчас востребованы как на территории алтайского края так и за пределами например в центральной россии либо на юге что больше всего пользуется популярностью пользу популярностью конечно это мед мед очень очень славится алтайский край медом шоколад сыр и алтайские декоросы грибы ягоды в общем очень много заморозки в россии как вы думаете почему вот люди тянутся к нашим продуктам может быть они уже успели оценить их качество может быть полезные свойства какие-то и вообще вот эта тенденция о здоровом образе жизни до правильном питании она сейчас как-то набирает обороты ну алтайские продукты это экологически чистые продукты все об этом знают это экологически чистые полезные и вкусные алесь ну давайте тогда поговорим подробнее о фестивале который у нас совсем скоро состоится сколько будет площадок работать сколько будет участников которые представят свои продукты и напитки фестиваль займет практически всю территорию парка у нас будет много разноплановых площадок это и площадки для детей это и спортивные площадки это и конечно же площадки на которых будут готовить вкусные полезные интересные уникальные блюда из алтайских продуктов самой большой грандиозной площадкой станет конечно ярмарочная площадка которую мы делим на символично да на улице аллеи и так далее у нас будет сырная сырный бульвар молочная площадь улица алтайских круп продукты для здоровья это наши оздоравливающая продукция на основе растительного и животного сырья и так далее интересно и обещает стать площадка музыкальной кофе-бар у нас можно будет послушать бардовскую музыку попить алтайский кофе и много всего другого впервые у нас вот такой праздник гастрономически состоится или уже как бы был опыт проведения фестиваль проходит в третий раз каждый год он набирает обороты в этом году мы конечно же рассчитываем на еще больше интерес посетителей всех ждем на площадке у нас гораздо больше участников если в прошлом году участвовало более 50 алтайских компаний то сегодня уже порядка 80 участников и еще мы тут немножечко добавляем участников чтобы как можно больше алтайских продуктов алтайских брендов разнообразных можно было увидеть и попробовать на фестивале праздник будет посвящен действительно гастрономическому разнообразию или может быть каким-то сезонным продуктом сейчас мед активно идет в концепция фестиваля включает в себя такое фестиваль фестивали фестивале у нас будет сырный фестиваль и медовый фестиваль то есть наибольшая концентрация производителей то есть большее число участников большее количество продуктов разнообразные сыры молочная продукция и мед этому посвящено особое внимание на площадке фестиваль андрей ну вот олеся уже сказал что будет достаточно много площадок а именно за какую вы отвечаете в этом году на фестивале добавилась новая площадка это шеф-баттл вот шеф-баттле у нас будет участвовать 9 шеф-поваров с территории алтайского края и обязательно мы пригласили еще с других регионов поваров для того чтобы познакомить их с продукцией алтайского края вот у нас будет с республики алтай с новокузнецка ну и остальные ребята все будут с алтайского края это белокуриха биск барнаул в основном это конечно же барнаул во время вот этого батла что должны приготовить повара и будет какой-то пул продуктов ребята будут готовить блюдо российской либо русской кухни обязательно нужно будет приготовить основное блюдо и закуску из продуктов которые предоставляют партнеры участники фестиваля это гречка мед алтайская мраморная говядина и сыры то есть участники уже знают что именно вот эти продукты в них будут и сейчас активно готовятся чтобы чем-то удивить да конечно мы написали рекламе прописали все продукты и номинование количество все все это указано ребята готовятся и 24 числа я думаю они отлично справятся с этим делом все они будут готовить прямо на открытом воздухе прямо в окружении зрителей в парке они будут готовить на открытом воздухе и мало того не будут готовить на открытом огне они будут готовить на угольных грилях это тоже специальные условия конкурса вот угольный гриль сковорода кастрюля все готовим никаких других приборов не будет вот если это конкурс сказали то наверняка кто-то оценивать будет работу кроме зрителей которые смогут наверное продегустировать будут эксперты кто в числе их да у нас будут три члена жюри один из членов жюри это я андрей мытник сергей тернов и александр зазуля это шеф-повара алтайского края которые обладают различными наградами регалиями и они имеют статус международных судей какой-то титул будет победителю то есть он же не просто так ребят приедут и вот чисто ради шоу поучаствует во-первых когда шеф-повара участвуют таких конкурсах это опыт это опыт который делает их сильнее делает их профессиональнее многие конечно хотели бы получить какое-то денежное вознаграждение но самое главное это опыт и медийность человек поучаствующий на таких мероприятиях это соцсети это новости это какое-то упоминание о них вот каждому повару шеф-повару это очень важно вот ну и конечно же будут призы призы будут от партнеров призы будут как денежные так и продуктовые наборы продуктовые корзины олеся расскажите пожалуйста о площадках которые будут не только развлекательные но и полезными для тех кто придет на праздник да хотела обратить внимание на еще одну новую площадку которую заводим в этом году в структуру фестиваля это во-первых площадка связанная с трудоустройством с кадрами у нас на площадке будет работать кадровый центр работы россии и все желающие которые увидят как здорово как хорошо как правильно работать в алтайском пищевом производстве могут узнать о вакансиях в этом в в этих отраслях и может быть найти для себя перспективное место трудоустройства можно будет пообщаться со специалистами как кадрового центра работ россии так и с представителями компаний которые будут работать на площадке по возможностям будущей работы будущего трудоустройства это первое кроме того мы будем проводить круглый стол обсуждения с работодателями с нашими отраслевыми компаниями также по актуальным вопросам рынка труда кроме этого в целях продвижения в целях развития поставок алтайских продуктов мы проведем это это не новое но набирающие обороты программное мероприятие закупочные сессии с торговыми сетями мы ждем категорийных менеджеров на площадке будем проводить деловые переговоры и экскурсии по территории фестиваля для знакомства с новыми продуктами для узнавания новых каких-то трендов в производстве алтайской пищевой перерабатывающей промышленности ну вот желающий присоединиться именно вот к этим площадкам в частности вот мне про работу россии важно если люди посмотрят наши интервью и захотят трудоустроиться хотя бы попытать удачу как узнать во сколько прийти где это будет площадка находиться будет какая-то логистика конечно но я сейчас скажу что кадровый центр будет расположен у нового шахматного павильона ну конечно же навигация будет заблудиться наверное будет сложно мы обязательно обозначим этот павильон его можно будет легко найти работать он будет с 10 до 20 часов параллельно со всей работы фестиваля весь день неужели на весь день хватит сил и возможности обеспечить праздник людям пришедшим в парк мы будем стараться будут стараться наши алтайские компании которые тоже на каждой на своей территории делает различного уровня развлекательные площадки это будут и площадки для детей интерактивные мастер-классы очень много мастер-классов на самом деле будем например на вид на медовом кольце по медовой теме будем изготавливать пчелок с ребятишками со всеми желающими можно будет изготовить пчелок и унести их с собой домой на память о фестивале также на площадке фестиваля на главной сцене члены жюри проведут мастер-класс они приготовят свои авторские блюда из продуктов из алтайских продуктов ну то есть хочется подчеркнуть что вот это вот мероприятие которое состоится и все же не какая-то ярмарка для того чтобы получить определенную прибыль а все же действительно важное нужное мероприятие будет очень много дегустации будет очень много розыгрышей в течение всего дня будет происходить розыгрыш для тех кто купит что-то у наших компаний будет получать купончик за определенного там уровень за сумму покупки получает купончик и участвует в розыгрыше розыгрыши будут в течение дня по четыре раза будут происходить и можно дополнительно получить набор алтайских продуктов и пойти домой с бонусом не с пустыми руками и с покупками и с бонусными гостинцами андрей но у вас наверняка большой опыт и как бы насмотренность что называется вот подобные праздники где еще проходят также масштабно вот чтобы допустим подглядеть и потом что-то новенькое и на будущий год принести вы знаете у нас на территории алтайского края в этом году очень много фестивалей прошло и я думаю что мы уже сами скоро будем учить и другие регионы как проводить фестивали правильно вот ну конечно же опыт приносит московские фестивали я сейчас очень часто нахожусь москве и в данный момент как раз идет фестиваль форум фестиваль на манежной площади на красной площади по всей территории москвы и вот там мы готовим как раз также блюдо русской кухни если говорить о русской кухне мне кажется вот в последнее время вот азиатская перетягивает одеяло на себя у нас если выйти на наш так называемый арбат и там куда ни глянь везде какие-нибудь восточные вкусности и всякие там том ямы я понимаю что задача этого фестиваля в том числе привлечь именно к нашей национальной культуре к нашей кухне да мы это очень печально российской кухни на рынке россии всего лишь один процент это посчитала автор методист гастрономической карты россии катерина шаповалова андрей активный участник этого большого всероссийского проекта гастрономический проект вот мы в общем на всех фестивалях работаем именно вот с российской кухне мы ее продвигаем прославляем везде в общем задача гастрономической карты как раз и есть как поляризация региональной кухни региональных продуктов в каждом конкретном регионе а а почему вот вдруг такая тенденция наметилась что как бы вот есть необходимость продвигать мы что не ценим не любим или недооцениваем качество мы безусловно ценим и любим но как андрей же сказал статистика показывает к сожалению небольшой процент ценит и любит и задача нашей на наша работа в том числе и в этом и состоит да чтобы как можно больше людей стали настоящими ценителями патриотами русской кухни российских региональных продуктов у нас очень богатая богатая кухня региональная традиционная вот и многие люди просто не знают об этом об этих блюдах и вот мы именно сейчас учим кулинарный язык россии знакомим все регионы со всеми знакомим регионы с российской кухни быть может сами повара просто не идут специализироваться именно на нашей кухне потому что ну считают что это не прибыльно они не идут они не не идут у нас просто очень мало ресторанов которые специализируются может быть повар бы хотел поработать на именно на русской российской кухне но готовить эти блюда но у нас нет этих ресторанов как я уже сказал всего лишь один процент в россии российской кухни остальное все занимает с к сожалению и паназиатская итальянская и американская кухня ну что ж будем надеяться эти фестивали как бы внесут свою положительную лепту вот в эту статистику один процент всего пять лет назад даже никто и думать не думал что будет на фестивалях проводиться именно именно фестивали будут проводиться посвященные российской кухне вот например я думаю что наши жители алтайского края не знают многие что такое скоблянка это исконно русское сибирское блюдо жареный томленый картофель с лесными грибами и говядиной вот никто этого не знает или например аудмуртские перепечи или например ламоть да ламоть ламоть это аналог бутерброда бутерброда либо сэндвича да это два ламтя хлеба и туда можно положить любую начинку от калининграда до владивостока оленина крабы креветки говядина и тому подобное любые продукты которые подчеркивают идентичность аутентичность наверное нашего региона а лесь ну вот правильно андрей говорит что многие просто даже не знают так надо лекции проводить будем проводить и лекции тоже у нас на фестивале еще одна такая знаковая площадка лекторий в котором практически целый день с 11 до 18 часов будут проходить лекции но это не просто лекции это конечно же формате живого взаимодействия интерактивные мероприятия которые как раз и будут направлять рассказывать о правильном о правильном питании о здоровом образе жизни то есть о каких-то принципах связанных с этими направлениями ну будем надеяться что ну праздник то состоится точно лишь бы с погодой повезло мы очень надеемся что с погодой будет все хорошо и будет ясно солнечно спасибо за встречу а я напомню что с гостями в студии мы говорили про семейный фестиваль алтайские бренды продукты для здоровья он состоится 24 августа в парке изумрудный в парке изумрудный